Ребята, смотрите, вот я хочу показать конфеты, печенье показывал у Светы на игре. Вот, помните, я вам в ТикТоке показывал Стефана Ричи, это вот парни у меня есть, мои знакомые из ТикТока. Очень такие продвинутые ребята, интересные, молодые, современные. Вот они мне подарили вот такую штучку. Все думали, что это, что это, гадали. А это панеттоне, офигенные, очень дорогой такой панеттоне, 10 тысяч стоит. Оно с абрикосами, это Стефана Ричи. Честно говоря, я не знал такого мужика, но теперь узнал, смотрите. Очень классные панеттоне, оно с абрикосами этим обалденное. Вот это мне подарили печенье, вот такое, вот такое вот панеттоне. Это именно из Италии. Вот там с документами оно идет, каждое. На Новый год я... На Новый год я открою, может быть... Не знаю. Может, сестру, врачу. В общем, не важно, куда я это дену, важно, что подарили. Спасибо вам огромное. Я принес сюда к Сайгаку. Пусть оно тут стоит, тут такая средняя температура, оно не пропадет. Вот, я его сюда поставлю, на печку, на печку. Во всякий случай, надо, знаете, что, выключать, Господи. Что ты говоришь хочешь, Заяц? Ну, я же пришел, я сегодня с тобой, Стузайчик, с тобой, с тобой. Да, красавчик ты, милый, милый. Вот, потом, значит, подарили мне еще... А, это парень, Максим, который второй сделал, сам приготовил перзаву и пюре. У тебя завтра попробую, взяли тут они, из своего ресторана, ложки, вилки, приборы. Это уберу в холодильник. А завтра разогрею и съем. Спасибо огромное, Максим. Это очень вкусно, парень. Молодой. И подарили вот такую крутую сумку. Смотрите, какая классная. Дизель. Он, если это какая-то известная сумка, что их в Украине не осталось, все разобрали. Они тоже где-то за границей заказали, по-моему, с Италии. Вот такую. Такие подарки мне привезли. Спасибо огромное. Вот оно тут. Как составили. Или что-то, не знаю, цена есть, нету. Наверное, нету цены. Ну, очень прикольная сумка. Такая мягкая, нежная кожа. Очень-очень аккуратно сделана. Обалденная вещь. Мне очень нравится, знаете, что ремешок вот такой толстый какой-то. Обычно такие ремешки какие-то тонкие, знаете. Ну, допустим, у меня ремешок, видите. У меня как бы сумка такая тоже кожаная. Неплохая, но видите, какой тонкий ремешок, вот как в одну полосочку. А тут ремешок, вот он такой, как какой-то плотнее, не знаю. Такой стильненький. Ну, прикольная сумочка, спасибо. Ну, и еще есть тарелочки, сейчас я вам покажу. Они подарили. Вот такие тарелки для десерта. Смотрите. Тоже хендмейт, ручная работа. Несколько видов их. Вот такая-такая. Короче, 4 тарелки. Две таких. Две таких. Вот интересно, тоже возьму, буду пользоваться. Для десерта. Спасибо, Игорь, Максим, вам большое. Замечательные ребята. Были на спектакле у меня на Летучие Мыши. Сейчас купили билеты на Лыс, на Квита. Будет там. Ситры и Лыс. Кстати, ребята, приходите, еще есть билеты. На 28 число. Потому что спектакль очень классный. Когда он теперь будет, спектакль феноменальный. Это то, что надо посмотреть. Там, где все мое актерское дарование раскрывается. Но я так считаю, что это мне очень, в общем, 100% сделана роль. Точное попадание, поэтому. Так, глянь, я могу засунуть одновременно. Вот, засуну. Спасибо вам, ребятки, еще раз большое. Вот это я уберу в холодильник. Это я усаячка. Его обители. Вот. А это мне подарил Коля. Коля тоже принес подарок. Святой Николай. Но тут, наверное, Найка Ир. О, класс. Спасибо, Коля, огромное. Знаете, какие красотки шикарные. Спасибо. Это то, что, да, можно носить. Очень хорошие красотки. Классные. Так, бумажки не манимал. У меня 41 размер. Сейчас мы... Сайгачок. Ой, обалденные, ребятки. Класс. Такие тепленькие, хорошие. Спасибо, Коля, огромное. Смотрите, какие классные. Это второе, где оно. Ну, Найк вообще. Найк всегда Найк. Классные. Это не Стефана Ричи. Это то, что я тягаю, стягиваю. Не, зашнуровать только нормально. Спасибо, Коля, большое. Ух ты, шкрыг, 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 шкрыг. Ай-як. Так. Вот такие, ребята, подарки у меня. Очень красивая сумочка, да? Такая стильная. Они принесли печенье, а я на Ирине отвелся. Тоже от Стефана Ричи в коробочке такое. Они подарили печенье, потом говорит... А, про сумочку подарили. А сейчас тут печенье, но дороже сумочки. Там печенье 200 евро, короче. Вот это панеттона. Ребята ничего не продают. То там зрители спрашивали, а где такое панеттона? Игорь говорит, у меня есть. Но пару штук 10 тысяч ринь будет стоить. Если, говорит, там с золотом, правда, еще пошикарнее, золотом там усыпано. Просто, говорит, кому-то на презент, если вдруг подарить, говорит, ну могу максимум там пару штук продать. Если кому-то интересно, можете мне написать, вас сконтактирую. Если нет, то... Он говорит, я не продаю, просто это если люди просят. Они у меня сидели в тиктоке, в трансляции. Поэтому, ребята, вот так. Вот так, такие новости. И еду приготовили, и все, и сделали. Сейчас я заживу себе свечки. Я люблю так, знаете. Пойду в ванну положу, включу свечку. Чуть отдохнул. День тяжелый. Лечение продолжается, заливки, ой, заливки, то есть мне уже... Заливки уже мне отлили. Уже нельзя больше заливаться. Остаются еще таблетки прописали. Там какие-то... Я уже не помню, какие надо купить. Так что, такие подарки. Спасибо огромное. Прям вообще. Няу. Я что-то бы похитить, похитить. Похитили. Кота все все... Ой, ой, похитили, похитили. Украли, украли. Овчипився, овчипився. Овчипився, не наживайся насмерть. И сразу мурчает тракторец. Сразу глянь, такой. Лиза. О, вся жизнь его мне. Представляете? У этого кота, вся жизнь это я. Ай. Что он делает? Ой, какой страшный. Кс-кс-кс-кс. Вот он, цыгачок. Вот он, цыгачок. Живе в меня. Значит, мы хорошо. Видите, какой-то там ручный. На ручки. На ручки. На ручки. Самелка не обижает. Кормит, не ругает. Ног только не стрижет. Деретит все, что хочет. Ну, жетуха, скажи. Давай. Скажи, жетуха мне шикарна. Жетуха мне шикарна. Без тебя. Такий бецик, 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 бецик. Такой люблю тоже. Тоже тебя люблю. Шкрак, шкрак. Сегодня сплю с тобой. А я сплю с ним, знаете, Лиза. До руки Лиза. Знаешь, что я с ним сплю. Лиза. Я-я-я-я-я-я-у. Приходит. Приходит Лиза. Уже не боится. Так прям обнимаю. Вот так он ложит. Бегай следом. Что ты бегаешь? Я в туалете. Вин пидай за мной, понимаете? Сейчас придай сюда. Значит. Пан Сирко, спасибо большое. Наберите в инстаграме. Очень хорошая подстилка. И недорогая. И хорошо запах скрывает. Что немаловажно. Ребята, я себе тоже сделал подарок на Новый год. Купил себе пилисос Миле. Очень классная техника. Со скидкой. Стоил он, по-моему, 12 чем-то тысяч. Но мне обошелся 10 тысяч. То есть это не реклама, а просто... Как бы была реклама, я, по-моему, сказал, не переживайте. Так. Сейчас я вам покажу. Хорошо. Иду успокой, Микой. Так, вот. Квитанция. Стоит он 9,999. Вот белый. Писывается, есть белый. Видите, как он красивый. Так, достаю трубу. Но теперь я буду убирать каждый день. Хочется в это верить. Вот такой пылесос. Конечно, я, может быть, когда-то созрею и куплю пылесос, но такой, как у Иры. Вот, смотрите, очень крутой пылесос, конечно. Мне нравится, что он без этих фильтров. Что взял, все, помыл. Вот коробочка с разными насадками. Какие хочешь. И щеточки. Это съемная штучка. Очень удобно в управлении. Он обалденный. Красивый. Какая-то, как-то, берется. Так, что держишь ручкой. А вот он берется вот так. Видите? Вот так берется за вот эту ручку. А эта съемная. Очень удобно. Вот так снял и вставил. Очень просто вообще. Миля, могли бы бесплатно мне дать за рекламу. Если захотите, Миля, что-то другое прорекламировать, то пишите мелким почерком. Так. Насовывается. Ну, как стандартно. Знаете, вот эта вот штучка. Очень длинный, кстати, шнур. Смотрите, сколько. Ого. Боже, я даже не смотрю. Видите? Его хватает. Куда хочешь. На всю квартиру, наверное. Так. Страмылы. Я так понимаю, тут нет никаких, ребятки, фильтров. Просто вот снимается. Потом вот. Вот эта кассета. Ты высыпаешь там. Как она? Это фильтр, вот. Который надо чистить все время. Вот фильтр внутри находится. А как вы чистите? А высыпается вот тут внутри. Вот. Крышечку снимаю. Вот. Это мусор. А это фильтр промыли. Крышечка, вот смотрите, как мы это там вбок нажал. Она открылась. И вот это мусор. И все, что ты напылесосил. И вот это желательно промывать. Вот эту сеточку. А потом вот этот фильтр. Ну, это все очень просто. Ну, это как машина. Оно как конструктор. И тут удобно то, что она, во-первых, большая. Вот это. Видишь, сколько. То есть, каждый раз не надо, да? Ну, раз. Желательно, чтобы чистить всегда. Вот эти щеточки, которые можно. Это для того, чтобы чистить, да. Да, чистить фильтры. Вот оно все, в общем. Все, что... Это просто вот эта боковая часть снимается, если тебе надо ее прочистить. Все очень удобно. Она снимается, да. Ставим раз. То есть, никакой тут... Там есть еще чуть дороже на пару тысяч, но разница несущественная, потому что по мощности они одинаковые. А вот эта мощность минимальная. Можно шторы пересосить. Можно пересосить ковры. Вот кафель там разные. Видите, вот шторки нарисованы. Вот так и поставишь на шторки. Вот эти режимы. Ну, мы поставим самый мощный. Так. Ну, тут надо сначала собрать его. А собрать очень просто. А я тебе покажу, как он собран. Смотрите, раз. Видите, дырочка вот такая, ямочка. И вот пупырышка. Тут видишь, специальная защелка, что ты можешь вот эту палочку вот так ставить, и он, получается, будет вот так вот стоять. Гарантия на два года. Так, Миля, если вы хотите поменять мне всю технику в квартире, духовку, кстати, Миля, я бы не сказал. Там такие цены. Ну, ничего. А что, реклама? Охренеть. А реклама 3-4 тысячи долларов. Там вытяжка такая красивая, 140 тысяч билла. Ну, нормально. Самое, это наоборот. Это наоборот. Не ломай все. Видно, СМЛ, что ты в руках, пилесосная державная. Видно сразу, какой-то хозяин. Да, вот она. Нажимается кнопочки, две. Она защелкивается, снять кнопочки. Или раз. Кстати, очень удобно, что вот этот изгиб идет. Тут видишь, как все продумано. Шланг длинный. Длинная вилка вот эта. Тоже пазлик, видите? Точечка. И тут дырочка. Раз. И это высовывается. Она такая хорошая дырочка. Дырочку раз. Зашло. И это, смотрите, оба. Но она не короткая. Можно на порядок. Кто там? Размещается. Так. И вот эта штучка очень крутая, кстати. Ой, эти насадки редко, когда используются, вот эти. Щеточка. Не, очень качественная метка. Очень качественная у них техника. Очень качественная. И тут тоже такая, видите, выемочка. И тут есть такая сяточка. Это же Германия делает сама. Чпок. Сейчас я хочу, чтобы ты показал, как он будет в собранном состоянии. Смотри, вот так вот это ложится на пол. Ложи на пол. Нет, вот здесь. Да. А вот тут защелкивается. Вот так вот сбоку есть защелка. Не, смотри, вот это сложи. Вот это. Вот эту сложи. Чтоб она не была такая длинная, да. И там сбоку, видишь? Раз. И ты его поставил вот так. Вот он стоит, или в кладовке где-то, чтобы не дали. Или там вы убираете, чтобы не кидать на пол. Сняли. Ну а зачем? Можно не обязательно складывать. Ой. Так. А вот так берешь. Можно вот так поставить. Вот. Ну давай вот тут попробуй. Включай его. Так. Ну кнопочка включить. Во-первых, очень тихо работает. Ну не дуже тихо, он гудит. Ну ты хотел как? А, там наверно сверху вот это надо открыть. Зачем? А, наоборот. Надо было так. Не, так не делай, что воно засасывает. Оно будет приставать до плитки. Очень классно. Вот же. Одно удовольствие. Оно и шторы. Так, я хочу переключить режим на шторы. А, это типа тихий режим. Ну только ж не этим, Самвел. Алло. А, глюнин, да? Вон насадка на шторы. Господи, вон. Насадка на шторы на этот. Вот. Это знаешь, какие шторы надо в комнате у тебя велюровые, которые... Да, ну подожди, ты надо переключить это. Выключив или... Не хватит. Все уже, все. Ну переключай. Ну переключай. Выключай. Переключай. Тут же шпыли сколько на шторах. О, шикарно. О, ну не надо в химчистку сдавать. Так можно все шторы сделать. Копалка тебе длинная не надо, укороти ее. Ты слишком длинную ее зробил. Вот, чтобы тебе было удобно. Ну да, о, так удобнее. Шикарно, ребята. Да, мощность небольшая делается. Но это специально для шторных так сделано. Шикарно. А шторы такие красивые. Мои зрители так и не увидели шторы натуральный цвет. Они натуральный цвет очень красивые. Я даже не знаю, как вам передать, но вы их не видели по сути. Вот покажи, как они смотрятся. Нет, так не смотрится, да, Коля? Вообще не тот цвет. Свет не так. Вообще не тот. Камера не передает так. Вообще не тот цвет. Так можно вот это, смотри. Вот это можно зачистить. Да, и верхушки, конечно. Вот это вот. Да, боковушки. Так это удобная уборка. Это лучше, чем с тряпкой лазать, понимаешь? А теперь переверни, покажи этот. Переверни, покажи штучку, то сколько там грязи. Фильтр? Да, який фильтр? Самвел. Это всего лишь шторы. Классный пылесос, конечно, ребята. И внутри вот сейчас будет сколько мусора. Вот смотри, что ты пропылесосил, а ну выключи его. У тебя были только шторы, и два раза ты по полу пропылесосил. Виглянь, ты уже сколько мусора внутри. Смотрите, да, видно, пыль укол от этого. Да, потом это просто моешь, вот это, понял? Когда открываешь, выкидаешь и утюг у коробочку мы. Боже мой, смотрите, сколько всего. Больше штор, наверное. Смотрите, сколько пыли, кошачья шерсть. Все, погнал. А ну сейчас с сафу вот эту пропылесосил. Ну, стой. Ну, конечно, вообще шикарная вещь. Шикарнейшая. Так. На сафу, наверное, мощность надо больше дать сама. Ну, конечно, так хорошо. Стык собирает. Ну да. А вот, смотри, стуло и шерстью. Забирай, ну, убивайся, коробку. Стащит Томаса волосня сразу. Сейчас я так принесу самую страшную стуку. Смотрите, да, вот вам эксперимент. Миля против Томаса. Давай все хорошо затягиваю, да? Да. Так это мощность такая, не старая. Маленькая. Да. Опять он Томасом уклимем. Он пишет шерсть. Ты волос не победил, Милин. Не, ну, в любом случае лучше, чем было. А, не пишу. А, ты знаешь, какую надо шерсть? Там маленькая круглая есть такая насадка. Смотри, Санвел, возьми он круглую насадку там есть. Поменяй. Не надо, это в углах. А, ну, граешь его, красавка. Там он все. Шикарно. Шикарно. Эээ, страшно. Боишься, боишься. А, сырун. Сырун-сы-сырун. Боишься сырун, да? Боишься сырун, Бабе. Не, не, не. Никто тебя обидит. Не, зайчик. Нет. Срався. А сырливый такой. А сырливый. Вот такой, ребятка, в общем, пересос. Я думаю, что он классненький. Мне в духовку, Миле, как бы подарили. Он вообще. Пишите мне. О, а давай меня. Не стоит. Давай, сейчас я. Я сильно не буду себя. Я себя возьму и к штору. Давай. Маму, давай. Тебе не берет. А знаешь, что? Потому что футболка, материал такой, видишь? Это долго надо, уже тебе. А есть все губы, можно? Да что ты делаешь? Грязный, с пилью, пылесос. А оно ж туда все. Они так делаются. Вот так и держатся. Вот так, да, не... Так у скайба уже за СССР губу. О, накачали. Да? На, не бегем. Ну, всем, все. Так и пилесос тебя, так купим.